СИРИЯ Октябрь 2017-го в провинции Дерезор выдался непростым для сирийской армии и ее союзников. Несмотря на сентябрьский коренной перелом в битве за восток Сирии, террористический халифат по-прежнему не только удерживал половину столицы провинции, но и предпринимал дерзкие операции в ее окрестностях. Отряды террористов, привыкшие к пустынной набеговой войне, прикладывали все усилия, чтобы замедлить темпы наступления правительственной группировки и выиграть время. Несмотря на это, вскоре через сирийские пески по трассе М-5 с боями пошла тяжелая техника и пехота, а за ней на восток от Дерезора потянулись колонны грузовиков с боеприпасами. Путь дивизии «Тигр» лежал на Маедин, город в 40 километрах от столицы провинции. И тогда можно было только предполагать, как долго продлится операция по его штурму. У стен древней крепости Аль-Рахбе удача преподнесла нам судьбоносное знакомство. Грамотный командир штурмовой группы не только помогал снимать, но и довольно неплохо говорил по-английски. Тогда мы еще не знали, что именно с этим человеком нам предстоит пройти все этапы операции «Маедин». Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Десятки тысяч просмотров в интернете магнитом потянули сотни иностранных семей и одиночек. Но страшнее всего, что здесь специализировались на промывке мозгов детям. Знаменитый ролик, где в качестве палачей выбраны лучшие ученики террористической школы, был снят в развалинах древней крепости Рахба, возвышающейся над городом. Клаатар-Рахба с арабского переводится как «замок милосердия». В 21 веке здесь убивали с особой жестокостью. С военной же точки зрения, Майдин был крупнейшей тыловой базой, питавшей летучие отряды террористов, нападавших на трассы и блокпосты в пустыне. По донесениям разведки, через этот транспортный узел, смешавший с мирными жителями, уходили иностранные командиры ДАЭШ и наиболее ценные наемники. И что самое важное, он служил тылом группировки боевиков в городских кварталах Дерризора. Перед командованием сирийской дивизии «Тигр» стояла непростая задача – в кратчайшие сроки разработать план наступательной операции и приступить к его выполнению. Именно по этой дороге и начали наступать основные силы дивизии. Пустынный маневр позволял сразу ударить по основной, но слабо укрепленной базе боевиков, а не прорывать в лоб их подготовленную оборону, пробивая дорогу через дюжину деревень вдоль реки Ефрат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Средневековые строители построили замок на обрыве, являющимся естественной границей между полями у Ефрата и пустыней. Ар-Рахба стоит на высоком холме, с которого открывается вид на Маэдин. Боевики, безусловно, понимали значимость этого объекта, поэтому встретили войска плотным огнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА